Добрый день, точнее, добрый вечер. Сегодня встреча со мной, у меня зовут Ольга Бачехина, если кто не знает. И я сегодня приготовила небольшое сообщение на тему, которая меня очень волнует, как художника последние года два. Я его знала как... А мы можем запустить мою презентацию, да? Которую я назвала как реальное и фиктивное, не эффективное, а фиктивное. И я попытаюсь сформулировать то, что я нащупала в последнее время, и то, что художники называют сдвиг в реальности. По сути, понятие сдвиг приходит из визуальной культуры, и впервые оно было употреблено не мной, а художниками, которые пробовали работать с тем, и, собственно, попытаться понять и дать ответ на то, что такое реальность, что такое настоящее, и как можно с этим работать. Проблема заключается в том, что, как правило, художники работают с чем-то, что является каким-то материальным объектом, предметом, или еще чем-то, и очень сложно работать с ней материальными вещами. Тем более, пытаться сделать или пытаться осмыслить в своем творчестве такую тему или такой материал, как реальность и взаимодействие с реальными. Но это именно то, что меня интересует в последнее время, поэтому я хотела бы сразу дать несколько таких визуальных референсов по поводу именно тех вещей, которые меня в свое время серьезно вдохновили на работу с реальным, и с попыткой разобраться с тем, что такое реальное, где оно прячется, и каким образом с этим можно контактировать. Поэтому первый мой тезис и референс художника, о котором я хотела бы немножко сказать, это о французском художнике, его зовут Пьер Юиг. Он сегодня работает одновременно в Париже и живет в Нью-Йорке. И, собственно, он один из художников, который формулирует идею реальности, как некоторые сцены, как некоторые, как сказать, приготовленные реальности, в которые что-то может случиться и в которые что-то может произойти. И один из проектов, который он делал, это проект, который назывался «Forest of Lines», и делался он для Сиднейского оперного театра. Людям было предложено зайти, собственно, так, как обычно это бывает, на какое-то представление в театр, где мы привыкли ассоциировать место, в которое мы попадаем с некоторого рода репрезентативной реальностью, то есть реальность, которая предлагает нам и показывает нам что-то, как воображаемое, происходящее на сцене, на которое мы точно знаем, куда смотреть. И эта сцена всегда отделена. То есть зритель – это тот, кто находится в зале, и тот, который смотрит на сцену, и эта точка зрения всегда определена. Собственно, когда мы начинаем взаимодействовать с самой средой, что и сделал Пьер Юйк, он, да, это один из художников, который в том числе развивает эстетику, реляционную эстетику, или эстетику взаимоотношений, которые возникают между зрителем и, собственно, посланием, между месседжем художника, он, собственно, разместил в этом театре лес, посадив и засадив этот театр деревьями, там порядка тысячи деревьев было туда принесено, для того, чтобы они реально были посажены, да, то есть не просто как бы некоторая декорация, то есть они были принесены туда не как репрезентация реальности, а как сама реальность, которая заполняет это место и параллельно начинает превращать это место в некоторую фикцию, сама становясь фикцией, да, смещая акцент на то, где мы находимся и как мы конкретно воспринимаем это место. Случаи со сдвигом у Пьера Юйка носят именно более-менее такой характер, который, с одной стороны, говорит о том, что сдвиг – это способ смотреть на реальность, то есть это в первую очередь то, что мы называем эстетикой восприятия, то есть для того, чтобы увидеть что-то по-другому, нужно научиться смотреть по-другому, поэтому в первую очередь можно говорить о сдвиге как смещение акцента на что-то другое, то, что никто не видит, и второе, то, что сдвиг – это некоторое состояние между, которое возникает как биение между тем, что мы на самом деле видим, и то, в чем мы находимся. Зрителям и тем, кто, собственно, посетил, ходил на эту выставку, то есть нельзя это назвать ни в буквальном смысле постановкой, ни выставкой, зрителям было предложено гулять, собственно, в этом лесу, и один из постулатов, который предлагает Пьер Юйк, говорит о том, что если вы совершаете путешествие, только тогда работа начинает существовать. Я для себя выписала несколько таких, мне показалось, достаточно важных моментов и таких тезисов из его интервью, которые он давал относительно этой работы, и я могу их зачитать. Значит, то, что… Почему был выбран именно лес или джунгли? Потому что это очень размытый образ, который представляет собой множество, разнородное и сложное, которое постоянно меняется. Это организм, это место, где вы можете потерять себя, поэтому в нем есть тайна. И вот эта идея о том, что лес – это как бы множество, это то, что лежит в основе эстетики самого Пьера Юйка, а именно попытка дать не образ как интерпретацию, нарушив ту связь, которая обычно существует, и которая семиотиками нам была подана как связь между означающим и означаемым, разорвав эту связь, породив множество комбинаций различных образов, или он называет это потоком образов. Тогда, когда у нас нет четкой определенной точки зрения на то, что мы видим и как мы на это смотрим, то возникает, собственно, открытая ситуация, внутри которой восприятие человека, находящегося внутри, порождает множество различных образов и множество различных дорожек. И, собственно, зрителям, тем, кто посещает, посетил в том числе эту выставку, было предложено такое, собственно, пространство, где можно было гулять в любом направлении, выбирать любое направление и таким образом осуществлять свое движение. Помимо этого, он здесь реализует один из постулатов ЗМН, одного из первых кураторов, который заявляет о том, что музей — это не 100 дней выставки, а выставка — 100 дней. То есть, грубо говоря, это не то, что мы приходим, и то, что постоянно, а то, что развивается в процессе того, как оно экспонируется. То есть, выставка — это нестабильное явление, в котором мы постоянно находимся, это все время что-то меняющееся. Поэтому организм, как природа, которая меняется, то есть, что-то может пожухнуть, что-то может вырасти за это время, трава или еще что-то, за то время, пока это экспонируется в том же самом театре, это как раз то, что интересует Пьера Юига, это то, на чем он делает акцент, как на изменяемости процессуальности вот этой самой реальности. И последний важный тут тезис, который для меня очень важен и о котором я буду говорить дальше, о том, что здесь нет репрезентативности, к которой мы привыкли обычно, когда нам показывают реальность, а здесь, да, реальность, собственно, в реальность мы попадаем непосредственно. Это очень прямой контакт, без посредничества, то есть здесь нет ни актеров, ни перформеров. Опыт, который получает человек, который приходит на эту выставку, это опыт непосредственного присутствия и здесь, и сейчас. Тот момент, в который ты как бы проживаешь вот это вот несоответствие того, что ты видишь, того, в чем ты находишься. И вот этот, собственно, сдвиг, или это смещение, которое происходит в привычном, обеспечивает как раз эту безустановочную череду различных образов. Еще один такой референс, который меня тоже в свое время вдохновил, это Аллафора Лиасон, работа, которая выставлялась в базальском фондеэйшн Байли. Это работа для того, чтобы эта работа осуществилась, она называется «Лайф». Собственно, музей должен был, как вы видите, открыть стену, то есть обычно она закрыта, она всегда закрыта, и они потратили достаточно много денег для того, чтобы ее открыть. Она приподнята, и там специальные были сделаны какие-то инженерные приспособления, для того, чтобы реализовать идею открытости музея по отношению к реальности, которая распространяется вокруг. И, собственно, работу, которую сделала Аллафора Лиасон, это он убрал пол, он залил пол музея, собственно, того пространства, которое ему предоставили от музея, потому что часть коллекции, безусловно, была сохранена, он его залил водой, заселив это место, как сцену, то есть он сначала так же, как и Юр Юйк, приготовил сцену для того, чтобы там что-то произошло, и заселил эту сцену некоторой экосистемой, то есть заселив ее некоторыми образами, которые одновременно являются организмами. То есть образ это не что-то нереальное, образ это то, что вот как бы непосредственно здесь сейчас происходит. И в качестве такой экосистемы, собственно, он заселил туда разные микроорганизмы, включая каких-то жучков, которые там, значит, существуют в этой среде, включая растения, которые там развиваются, и включая, и, собственно, одна из центральных таких его, да, это, опять же, это работа становления, работа, которая меняется, которую в течение дня, то есть ее можно наблюдать в течение 24 часов, в течение суток, это был тот уникальный случай, когда музей был открыт круглосуточный, можно было там спать, можно было там пикниковать, можно было туда приходить, что люди делали с большим удовольствием, и, собственно, гуляя вот по этому пространству, там видно, да, там есть такая площадка для пикника, там было достаточно много народу, в течение дня освещение этого пространства менялось таким образом, что, собственно, сама экспозиция в течение дня приобретала разные оттенки, вот здесь вот на экране вы видите, каким образом это могло меняться в течение дня, и, соответственно, благодаря тому, что наверху, да, на потолке были установлены специальные лампы, которые там включались около пяти часов вечера, и постепенно к ночи вид, да, от там зеленоватого превращался к таким немножко синевато-черно-зеленому, да, и то же самое можно было делать в течение ночи, да, когда вы постепенно наблюдали вот это переходное состояние между тем, как лампы включаются, лампы выключаются, и это очень медленное становление как раз показывало изменяемость ресурсов, того, что это, с одной стороны, скоротечно, с другой стороны, что это очень нестабильно, и, в конце концов, то, что это история про наши взаимоотношения с реальным, про контакт с реальным. Это если говорить о визуальных референсах, и есть у меня еще небольшой аудиореференс, и этот аудиореференс про Джорджа Акергиса, это его небольшое сечение, которое называется «Встреча после долгой разлуки». Наверняка оно много знакомо, но тем не менее, я ему напомню, чтобы продемонстрировать, каким образом это может быть реализовано в звуке. Маленький кусочек. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я здесь остановлю. Понятно, что речь идет о некоторой ситуации. И Пьер Юйк буквально об этом говорит, что образ это на самом деле не репрезентация, образ этой ситуации в первую очередь. То есть композитор, в том числе художник, это тот, который создает ситуацию. В музыке художников он создает сцену или приготовляет сцену для того, чтобы там что-то случилось. Ее не нужно ничем не заполнять. Ее не нужно, как бы, единственное, что можно сделать, ее можно заселить. И поэтому, например, одна из таких ключевых работ, которую, например, тот же Юйк показывал на самом таком имидже, можно сказать, о событиях художников, на документе в кастеле, он показывал эту работу, которая называлась «Невозделанная». И она представляла собой очень интересные, несовместимые сочетания образов, которые порождали как раз то странное смещение в том, что это невозможно и как-то никак не складывается в нашем сознании, и, соответственно, как бы пробуждали к тому, чтобы, всматриваясь, находить в этом что-то другое. Собственно, вот эти референсы и то, что Юйк говорит о том, что для нас существенно не то, не то, что нам показывает, а то, с одной стороны, как мы это смотрим, что мы видим, в том, что не является тем, что мы видим на самом деле. То есть сложность взаимоотношений со сдвигом реальности как бы говорит о том, что реальность на самом деле не такова, какой мы ее видим. Что в какой-то момент в реальности можно открыть некоторый зазор, в реальности можно открыть некоторую дверь, которая откроет тебе ключ к пониманию того, что это может быть не тем, чем оно есть на самом деле. И таким существенным опытом для меня, например, было участие в одном из таких вот подобных экспериментов-перформансов На фестивале-лаборатории «Человек мира» в Суздале в этой лаборатории участвовал театр эскизов пространства, и они делали проект, который называется, собственно, проект по мотивам пьес Чехова, и назывался он «Три чайки и вишневый ваня». Значит, для того, чтобы реализовать этот проект, который длился 22 часа на территории дома, этот дом, на самом деле, особенный, а если кто-то из вас присутствовал на лекции «Музыка машин», которую мы делали не так давно, несколько дней назад, то мы там рассказывали о таком поэте своего времени Алексея Гастеве. И вот Алексей Гастев – это, собственно, то самое место, где он родился, где он жил, и этот поэт, которым вдохновлялось в свое время очень много разных дотик, включая Арсения Авраамова, который благодаря его поэзии реализовал, то есть он вдохновлялся его поэзией для того, чтобы реализовать свою симфонию будков, например. И это тот самый дом, в котором Гастев вырос, и, видимо, дом, в котором он развивал свою теорию научного труда, и знаменитый его Центр исследования труда в 20-е годы 20-го века. И этот дом сегодня хотят реставрировать, хотят, чтобы там был, собственно, музей этого Гастева, чтобы туда вернулся какой-то архив. И вот пока еще этот дом получил Центр мира в Суждале, они решили провести там перформанс. Почему именно Чеков? Потому что на территории этого дома, в том числе, растет дешневый сад, и поэтому это было очень удобное место, в свою очередь, того, что не нужно было ничего изобретать. Реальность уже сама подсказала некоторую возможность, как сцена того, что там могло бы произойти. Поэтому в течение 20-ти, значит, смысл работы режиссера и трубы заключался в том, что они достаточно в течение долгого времени прорабатывали то, как им заинсталлировать это место, как им это место превратить в некоторую метавселенную, которая будет таким местом, в которое вы попадаете, как будто вы выпадаете из настоящей реальности и попадаете в другое измерение, измерение, которое можно было бы назвать метавселенной Чехова. И персонажи, которые себя там ведут, они не рассказывают вам историю. Они просто живут некоторой своей жизнью, они могут контактировать с вами, когда вы туда заходите, в это пространство, можете не контактировать. Они существуют в своем реальном времени, как будто вы в другом параллельном мире. И когда вы приходите туда, непосредственно на эту территорию, вы находитесь посреди персонажей, которые живут некоторой своей жизнью. Вы можете эту жизнь наблюдать. Кто-то живет в кустах, кто-то лежит в могиле, кто-то валяется в грязи, кто-то ходит по дому, кто-то что-то там еще делает. Это персонажи, которые воспроизводят некоторый автоматизм того, как жили герои, заселяющие мир Чехова. Самое интересное, что это театр в театре, потому что параллельно рассказывается история, вам предлагается история того, что вот мы сейчас вам продаете билеты для того, чтобы пойти и посмотреть настоящий театр, который будет разыгрываться на фоне реальности, на фоне реки. И у Чехова есть совершенно замечательный текст, который говорит о том, что вот театр – это то, что занавес должен открыться, и там не должно быть никаких декораций, там должна быть природа, там должна быть реальность. И вот они реализуют это, видят цены специальные, которые строятся немножко подаль от того места, где проходят перформанс, и как бы в конце концов гости к десяти часам вечера, они все приглашаются для того, чтобы посмотреть этот спектакль, который там длится пять или десять минут, и на котором героиня произносит знаменитый монолог Чехова. Львы, орлы, куропатки, крылатые леведи, там, птицы и все, кто, значит, ля-ля-ля. Вот она производит этот монолог, собственно, так, как он и предназначался, как это должно было быть у Чехова, а именно как бы в полном контакте с реальностью, где декорацией, на фоне которой все это произносится, является сами сама природа. Собственно, тут было много увидеть самых разных персонажей, включая которых, например, среди которых гулял сам Чехов. И почему мне показалась интересная история с Чеховым, потому что это история, которая рассказывалась совершенно другими средствами, чем если бы рассказывала история как таковая. Вот здесь, например, Чехова, вы видите, да, который стоит сводок на вас, а вот там слева Чехов сидит раздетый на крыше. И вот в тот момент, когда он попадает на крыше, он начинает кашлять. И таким образом реализуется идея того, что, как бы, Чехов – это писатель, который умер от туберкулеза, да, и, соответственно, вот, как бы, нам рассказывают эту историю таким образом, ничего не говоря, а показывая, ведь того, что актер там, грубо говоря, постепенно раздевается, снимает свой выходной костюм, залазит туда, да, сейчас и холодно уже в это время, и в конце концов начинает кашлять, да, и, как бы, таким образом рассказывается история. Значит, в чем там была моя роль, вот сейчас немножечко расскажу о том, что, каким образом я вписалась в эту историю, получилось достаточно спонтанно. И почему для меня это оказалось таким важным опытом? Потому что, когда это не была история, в которую я должна была прийти как композитор и что-то там такое написать, что-то такое сделать, мне предложили просто локацию, в которой сказали, делай что хочешь. Ну, просто, вот тебе локация, вот у нас тут такие-то персонажи, вот в этой локации будет вот это. А конкретно, там, значит, был, господи, туз-буден, что-то там такое было, значит, там какая-то, у нас было такое подвальное помещение, красный свет, я сейчас покажу. И, значит, ну, это такая некоторая идея котельной, как бы, первого этажа, может быть, такая структура немножечко, такой немножко, подземельного такого аида или еще чего-то такого. Ну, и в общем, я в конце концов должна была найти инструменты, с какими я буду взаимодействовать, то есть у меня не было ничего, вы мне сказали, что вот есть портипиано, хочешь, хочешь, не хочешь, нет, вот. И ничего больше нет, поэтому первое, что мне нужно было сделать, найти непосредственно инструмент, вот здесь, из той среды, в которую я попала. Поэтому все, что я как бы делала, я действовала исходя из той среды, в которой я нахожусь, сразу по ходу действия. То есть моя игра заключалась уже в том, что я, собственно, хожу, собираю тот инструментарий, который мне нужен для того, чтобы потом было как бы реализовать. И таким образом я отрефлексировала идею того, что я сама себе строю сцену. И эта сцена как бы является такой вот инструментарий. Я притащила туда деревья, которые я нашла на территории. Собственно, это вишневые всады, которые уже были срублены. Я поняла, что с ними можно хорошо работать. В точке зрения звука, с ними можно шуршать, что-то еще с ними делать. И в конце концов, вы видите, например, счеты, которые стоят на инструменте. А в какой-то момент я поняла, что это совершенно замечательный заместитель пушки, который может как бы таким образом себя артикулировать. И я совершенно замечательно ходила с ними по территории, в реальности, воспроизводя идею часов, которые купуют и каким-то образом отбивают время. А почему эта история оказалась для меня важной? Потому что это была история про существование внутри, а именно то, что я впервые помыслила как бы для себя звук, как персонажа, который заселяет сцену. Не как то, что я сочиняю, выдумываю, а как то, что я нахожу, приношу на сцену, и оно начинает жить своей собственной жизнью. И результат этого оказался совершенно чудной для меня, потому что я присоединилась к этому перформансу где-то ближе к вечеру. И когда я слышала там реакцию людей после того, как мы все это там реализовали, точнее, я там на два часа буквально с ними присоединилась, они мне рассказывали о том, что на них это очень сильно повлияло, потому что они впервые, когда я туда вошла, вот эту территорию, начали коммуницировать друг с другом, не при помощи фраз, которые они так или иначе брали из черковских рассказов, а при помощи звуков, то есть звук стал как раз с одной стороны способом коммуникации, с другой стороны звук стал тем, что можно перекидывать друг к другу, посылать как сообщение, звук превратился в персонажа, и все с удовольствием подхватили эту идею и начали таким образом разговаривать. Поэтому если кто-то издавал где-то в одной точке, это достаточно большое пространство, в доме или на территории какой-то звук, то он сразу откликался в ком-то еще. И таким образом реальность стала звучащей, то есть ничего такого в ней особо не произошло. Я сейчас просто проиллюстрирую это в виде маленького примера, каким образом похватывался какой-то звук и что с ним происходило. Ну, может, и самый удачный пример, потому что не было особо видеозаписи, просто он у меня сохранился, и я решила, что можно пойти на острове. Значит, ну вот, например, я сижу, и делаю, например, вот так. Чем-то там бринчут. В это время к нам кто-то приходит, как бы забирает мой звук, уходит в другое место и бринчит уже там. Как-то человек забрал мой звук и унес его с собой и принес его в другое место. Вот таким образом это работало, и как бы мне показалось, что это очень интересно, когда как бы не я действую, а я становлюсь некоторым проводником для того, чтобы реальность начала говорить сама за себя, исключая человека, да, то есть того от имени которого, там, как посредника, как инструмента, что-то выражается. Вот. И, собственно, вторым моим опытом встречи с тем, что такое реальность, был, наверное, опыт моей первой такой вот попытки неосознанно записать, делать полевую запись. Я делала это достаточно случайно, и, собственно, впервые поняла, что записанное нечто может превратиться в самостоятельное художественное измерение, которое перестает быть реальностью, которое превращается в фикцию и которое начинает работать и жить по каким-то своим законам. Звучит это примерно следующим образом. Продолжение следует... Я назвала это «Три мира», то есть это уже мое название, нужно было каким-то образом обозначить, про что это история. И здесь как бы не очень хорошо слышно, возможно, вы не распознали, но здесь как бы в качестве трех миров существует звук птицы, который постоянно что-то повторяет, который находится достаточно близко ко мне. Затем хор лягушек, вот там вот слышно хлопающие лягушки, просто там миллионы этих лягушек, то есть реально прям много. Это такой мир воды. Если птица – это мир какой-то такой, да, верхний, то лягушки – это мир такой земной. И третье, что плохо слышно, к сожалению, в экспозиции, если внимательно слышать, то можно это различить, то где-то вдали играют в футбол и бьют ничем по сетке. И поэтому мы слышим звук сетки, как такой немножечко колокольный звон, напоминание о том, что это некоторый удар привлечения, сигнал, который возникает на фоне этого самого шума, если так можно сказать, это привлекает на шиневание, он звучит далеко. И таким образом мы получаем три измерения, да, мир птиц, мир земли и мир человека, который звучит где-то там, где-то там за там. Собственно, вот эти референсы, они побудили меня к тому, чтобы начать смотреть и тренировать, что называется, вот это особое смотрение, которое побуждает за вещами видеть другую реальность, а не ту, которую они являют сами собой, как само собой разумеющиеся. И поэтому здесь вот я, например, выбрала два таких референса. Один принадлежит фотофутболнику, который занимается ручными техниками фотопечати, его зовут эмонсатор, мы этим делали в том числе дневный опер. Вот. И эта работа, которая, ее, по-моему, даже нет никакого названия, но она мне очень близка тем, что эта работа включает в себя вот ту самую многозначность, в которой невозможно определить конкретно, что я вижу. То ли я вижу некоторую ветку, которая разрезает картину пополам, то ли это, грубо говоря, там, какая-то молния, которую можно прочитать, как, да, там, молния бьющая в такой упорядоченности. Типа это некоторая трещина и разлом в самой картине, да, потому что она черная, то ли это порвалась, грубо говоря, поверхность, и в нее, да, таким образом запахла темнота, что эта темнота позволила и высвободила вот то самое место, отсутствие, место отсутствия или место разрыва, через которое может прорваться другой мир, через который вообще, как бы, вход в другой мир оказывается возможным. И, фактически, да, вот, собственно, изображение, которое находится рядом, оно примерно про ту же самую историю, да, что, как бы, что вы здесь видите и каким образом вы можете читать тот образ, который здесь прорисован, да, и что было в этом смысле первично, и, опять же, вот эта самая идея трещины, разрыва, разлома, который позволяет, да, увидеть сквозь, увидеть то, что в этом мире очень часто существуют такие места или такие поверхности, да, через которые мы можем контактировать с чем-то другим. Это может осуществляться, да, как во времени, так и в каком-то, да, эффекте детуража или наложением образов, когда одно просвечивает через другое. И здесь мне тут очень нравится эта идея, потому что, ну, как бы, можно увидеть, я вам могу даже не комментировать, понятно, что можно увидеть, да, можно увидеть гору с лесом, можно увидеть изображение лица, можно увидеть породу, да, в зависимости от того, как вы с этим образом будете взаимодействовать. Вот это вот трогая предыстория для того, чтобы рассказать о том, каким образом я начала в своей собственной практике взаимодействовать с разными пространствами. И если, как бы, да, у нас речь идет об открытых пространствах, то меня больше всего пока, по крайней мере, интересуют пространства закрытые. То есть у меня не было возможности пока работать непосредственно с открытым пространством. Ну, вот кроме как только на том перформансе по чекам. То, собственно, вот то, что вы видите здесь, например, то, как выглядит рахманинский зал московской консерватории, если на него смотреть просто, неизмененным взглядом, прямым посланием, то есть когда есть непосредственное изображение, которое к тебе обращено. И то же самое, например, когда вы заходите в московскую консерваторию и проходите сквозь ротонду, которая ведет в большой зал консерватории, которая обычно проходит и не обращает на нее никакого внимания. Потому что это то, что не привлекает к себе внимания, потому что реальность, которую мы привыкли различать, она для нас больше не становится, как сказать, это больше не моя реальность. Я прохожу мимо нее, я скольжу, я не обращаю на нее внимания, и в некотором смысле она для меня чужая. То есть я не могу для тебя ее заново открыть. Когда я начинаю, у Сьюзен Зоток было совершенно замечательное такое высказывание, что традиционное искусство – это искусство, которое учит вас смотреть, современное искусство – это искусство, которое учит вас всматриваться. И вот идея как раз такого освещения для меня заключается, по крайней мере, в способности и возможности тренировать умение всматриваться туда, где кажется, что образы уже исчерпаны. Поэтому я начала вот с этих образов, и первый проект, который я реализовала, можно сказать, в Рахманинском зале, где я попыталась эту идею каким-то образом обыграть, это был проект «Корабль плывет», написанный для конкровации электроники двух голосов. Собственно, проект этот был… Мы его не сразу реализовали в том самом виде, в котором я его показываю, но у него был совершенно четкий референс. Этот референс – это фильм Федерия Пафеллини, который называется «Корабль плывет», и там есть совершенно замечательная сцена, рассказывающая о том, как встречается верхний класс. Аристократия встречается с рабочими, которые работают в котельне. И эта сцена, она визуально даже определенным образом структурирована, что рабочие – это те, которые стоят внизу, они там черные от компоти, там постоянно шум, гам, треск. И аристократия, которые стоят наверху, и рабочие просят, чтобы мадам Куфаре, это самая главная дива, которая плывет на этом корабле, чтобы она спела. И дальше начинается «Ярмар Вячеславия», когда каждый артист пытается друг друга перепеть, и они поют фрагмент из «Ля Донна Нобеля», «Эдди Пентье», они громко-громко поют самую высокую ноту для того, чтобы показать, кто кого перепоет. Эти линии – это при помощи того, что он приближает кадр, каждый раз это делает все более гиперполизированно, то, что мы видим уже не просто того, что кто-то поет, а мы видим его лицо, и в конце концов мы видим только огромный рот, который открывается, и нам показывает этот реаль. Так вот, собственно, я воспроизвела эту картину, если так можно сказать, только воспроизвела ее в других условиях, таким образом, чтобы, когда вы оказываетесь на концерте, вы находитесь, с одной стороны, в рахманинском зале, но, с другой стороны, вы можете, в силу того, что есть референс непосредственно к оригиналу, потому что «Корабль плывет», понятно, это очень узнаваемое название, можно догадаться, что вы находитесь в этот момент не совсем в рахманинском зале, что происходит тот самый сдвиг, когда вы можете… Дело в том, что в самой пьесе звучит вот эта самая перекличка между вокалистками, которые находятся над двух балконов, и которые между собой устраивают ту самую борьбу конкуренции, кто выше споет эти пенсьер, и у кого это лучше получится, и кто завоюет, соответственно, звание этой самой примы. И внизу находится контрабаз. И контрабаз – это такой аналог или метафора того самого рабочего, который играет со струнами, который скрипит, который гудит, который создает этот гвалт. Вокруг него в электронике происходит то же самое, как если бы это происходило с рабочими в котельне. И контрабаз – сразу можно себе помыслить в этой ситуации, как некоторого чернорабочего, который пытается дотянуть до аппер-класса, потому что он все время играет на флажолетах. И, собственно, партия для контрабаз, написана таким образом, что она написана на флажолетах, то есть контрабаз, но таким образом его пыталась инструкентализовать вот эту самую идею, что контрабазист – это тот чернорабочий, который трудится для того, чтобы здесь, на верхние этажи, где находятся эти самые аристократы. Другим моим опытом по тому, что такое реальность и как с ней можно по-другому работать, был такой проект, который в результате стал более масштабным, превратился в результате такой значительно парадоксальный проект. Значит, это было два перформанса. Один перформанс мы делали в Ротонде Консерватории, вот то, что вы видите, да? Вот то, что вы видите – это не то, что есть на самом деле. Опять скажу, вот с этими, по крайней мере для меня это работает так, что то, что вы видите, можно было бы расценить как обычный концерт, который играется в классных пространственных условиях, потому что Ротонда обладает особой специфической акустикой. Если вы туда зайдете, все-таки не так далеко, вы можете прогуляться и дойти до Ротонды, это основной вход в большой зал консерватории, она известна тем, что там есть эффект, который физически называется эффект стоячей волны, то есть когда вы производите любой звук, вы слышите реверберацию, отклик пространства на этот самый звук, и таким образом звук приобретает некоторое другое звучание, потому что он попадает в другие условия, другую сцену, и пространство начинает с ним работать, пространство начинает его озвучивать. То есть, с одной стороны, звук становится некоторым триггером для того, чтобы услышать голос пространства. Звук — это не только то, что наполняет пространство как герой, звук — это то, что дает пространству возможность зазвучать своим каким-то особенным голосом, и вот это, собственно, то, что меня интересовало, потому что пространство ротонды именно в тот момент я помыслила себе как некоторый инструмент, внутри которого я нахожусь. То есть не пространство, как, грубо говоря, то, где я пою, там концертный зал или еще что-то, а пространство инструмента, например, пространство кадробаза, пространство барабана, колокола или еще чего-то, внутри которого я попадаю, и, собственно, те музыканты, которые вы видите, мы сделали попытку воспроизвести движение звуковых точек, как если бы мы были этими самыми звуковыми точками полными, которые распространяются в этом самом пространстве, которое для нас невидимо, потому что мы никогда не видим, что происходит внутри инструмента в момент, когда мы с ним контактируем, потому что наш контакт всегда внешний. Поэтому параллельно этому я привела автарму «Performance», который назывался «Performance in-out», и он был ровно про это самое. И если говорить здесь о смещении, а сдвиге, то это смещение касалось двух, если вспоминать Пьера Юйга, то оно касалось двух территорий, которые, собственно, здесь смешиваются и сдвигаются, а именно то, что музыкальный инструмент мыслится как место, а место мыслится как музыкальный инструмент. Поэтому мы попадаем сразу в ситуацию и в том, и в другом случае, мы попадаем в ситуацию, когда мы видим что-то другими глазами. То есть мы смотрим, грубо говоря, на музыкальный инструмент как на некоторую рамку, как на некоторые стенки, которые чем-то внутри наполнены. Просто я попыталась эту ситуацию материализовать через наполненность с какой-то предметностью, в каждой коробочке лежала какая-то непонятная, непонятный набор камешков, предметиков, шуршалок, звенелок, там еще чего-то. И у тебя никогда не было возможности понять, что там на самом деле. То есть это можно было пощупать только на ощупь. И еще один интервью заключался, потому что в каждой коробочке был подведен контактный микрофон, и поэтому вы никогда не могли слышать то, что звучит на самом деле в коробочке. Это было недоступно. И можно было услышать это только при помощи подзвучки, которая велась из соседней комнаты. И вот эта подзвучка была на самом деле попыткой показать, что то, как мы работаем с реальностью, то, что мы слышим, это не одно и то же. Потому что слышать внутри и слышать снаружи, это совершенно разные практики. И то же самое в музыкальном инструменте. Когда ты играешь на музыкальном инструменте, ты можешь слышать только то, что доступно тебе снаружи, недоступно внутри. Поэтому, чтобы попасть внутрь, нужно совершить какое-то особое усилие, нужно совершить этот самый сдвиг, для того, чтобы этот доступ оказался возможным. Поэтому смещение в реальном, то, как я его сейчас понимаю, это то, что открывает некоторый доступ к невидимому и неслышимому, и делает это невидимое и неслышимое, заметным и воспринимаемым. И в этом смысле совершить сдвиг означает открыть вход в другой мир, который осуществляется здесь и сейчас. И в этом смысле мне очень близко оказалась работа Джорджа Агамбена, Мудита. У него есть, собственно, название Мудита – это название книги. И в этой книге есть эссе, который называется «О пользе и неудобствах жизни среди призраков». И призрак – это не первый раз, для того, что, когда сегодня мы говорим о призраке, когда мы сегодня говорим о том, что такое призрачность, о том, что такое непрозрачность реальности или, наоборот, другая реальность, которая может торгаться сюда в эту реальность и существовать в ней в каком-то другом измененном виде. Это как раз то, о чем тоже говорят художники, что реальность – это не то, что нужно интерпретировать. Реальность – это то, что нужно трансформировать. И в этом смысле под призраками Агамбен понимает, собственно, его эссе посвящено Венеции, городу Венеции, которая представляет собой некоторую видимость. Но для того, чтобы достать из Венеции то, чем она является на самом деле, для того, чтобы достать оттуда суть Венеции, ее реальность. Потому что то, что мы видим – это, на самом деле, нереально. То, что мы видим – это застывший след истории, который ни о чем больше никому не говорит. Поэтому для того, чтобы, если мы хотим что-то сделать снова актуальным, чтобы снова это что-то говорило, необходимо приложить усилия, и Агамбен об этом говорит о том, что… Ведь своим бесцветным голосом призрак твердит лишь об одном – если отныне все европейские города языки станут привидениями, то лишь тому, кому удастся узнать их и сблизиться с ними, прочитать их по слогам, выучить наизусть их истертые слова и камни, сможет, наверное, однажды вновь открыть для себя этот коридор, в котором история в одночасье выполняет обещания. То есть он как раз и говорит о том, что то, что мы видим, не является тем, что есть на самом деле. Если вы хотите узнать настоящую Венецию, то вам необходимо осуществить как раз этот прорыв сквозь смещение. Я такими, собственно, не знаю, правильно ли это называть, трюками или не трюками… Я сейчас хочу продемонстрировать это на примере своей последней работы, которую я показывала здесь. Эта работа называлась «Мираж», «Третий мираж стат». И, значит, вот здесь я попыталась работать как раз с этим призрачным и с другими реальностями, и, скажем так, с другими пространствами, с которыми уже столкнулась, и которая попыталась трансформировать в нечто другое. И, значит, я сейчас покажу, что это за работа. Один из референсов в этой работе – это сцена из фильма Джима Дарвиша «Only Lovers Life After Life». На русский язык оно переводится «Выживут только любовники». На мой взгляд, это не очень удачный перевод. И, значит, это история о том, как… Значит, это история двух вампиров, Адама и Евы, которые живут только ночью. Это очень важная для меня история, потому что ночь – это тоже отдельная тема, с которой я работаю. И сцена, о которой идет речь – это сцена, о которой Адам просит своего друга Ина заказать, сделать, выпилить, как это называется, пулю из дерева. И этим деревом обязательно должно быть какое-то тяжелое дерево. И дальше он называет те деревья, из которых это возможно. Среди прочих, он называет, значит, «Beccaut», «Ligum vitae», «Berdinero guanentis», «Grenadin», «Dalberghi» и «Lanoxin». И вот эта цитата из последовательности особых деревьев, которые здесь не случайные, потому что это перечисление еще концептуально связано с тем, что это деревья, из которых производятся музыкальные инструменты. Это деревья, которые используются в конструкции для производства гитар, для производства, по-моему, в том числе каких-то роялей, для производства виолончели, ну, то есть как бы для производства инструментов. То есть это не просто деревья, а это деревья, которые составляют материальную суть, которая нам недоступна в силу того, что мы никогда не думаем об этой реальности с точки зрения того, что она как бы открыта еще к чему-то другому, связана с какими-то деревьями. И при чем тут эти деревья? Поэтому мне это важно еще было, потому что я участвовала в одном проекте в Дрездене, где мне нужно было написать музыку для Карильона. Вы видите его на фотографии, это такое здание вдали, да, с часами, и далее мы установим карильон, специальные парановые колокольчики, которые звучат в определенное время. И у одного художника, собственно, он из года Куб повторял ритуал, когда в 3 часа ночи в определенное время в Европе часы переводятся с летнего времени на зимнее, и в это время, в момент перевода часов, в 3 часа ночи, все часы останавливаются, и вы получаете час идеального поэтического времени, которого не существует, который нигде политически не обозначен, которого просто нет. И это время, и ровно этот час, который вам подарил в зазоре между 3 часами ночи и 3 часами утра, это чистое время поэзии или чистое время реальности, вот как раз этого самого открытого портала или открытых дверей в какой-то другой мир, который возможно заселить. И вот, собственно, мне было предложено тогда заселить этот мировый звучание, композиция, которая должна была написать для Кореона, но я подошла к этой истории более творческой, уже несколько лет спустя после того, как этот проект истоялся, я фактически, можно сказать, реализовала, собственно, свое видение, то, как я увидела в этом местах. Потому что, если вы были в этом речи летом в историческом архитектурном комплексе Цвинкель, который объединяет в себе сразу несколько музеев, знаменитую Дрезденскую галерею, математический салон, факторку музея, то есть центральные музеи города Дрезден. И когда я приехала туда летом, то я увидела вот такую картину. Вот такую картину, в которой летом туда ставятся, как видите, такие фиктивные деревья, таким образом, что пространство превращается в некую фикцию. С одной стороны, они настоящие, с другой стороны, у них нет корней. И они сюда ставятся специально. И более того, само это место особое, это двор, который вы видите, это двор, который строился во времена Августа Сильдена. И он представляет собой, с точки зрения визуальной картинки, четырехлистник, символ Рая. Символ Рая, как-то такое наместничество, собственно, императора здесь и сейчас, непосредственно в этой реальности, который тоже несет в себя определенный месседж, определенное сообщение. И мне показалось интересно совместить эту историю, то есть эти истории не сразу во мне смешались. Но тем не менее, когда я поняла, что эта история про АДНЕ, с одной стороны, с другой стороны, это история про фиктивность того, что мы видим и что это есть на самом деле, потому что, опять же, измерение ночи – это всегда измерение, в котором что-то происходит из того, что ты не видишь. И об этом я немножко дальше расскажу. Но вот то, что у меня получилось, в результате выглядело следующим образом. Я это реализовала, видите, внизу. Как бы я приготовила несколько таких объектов, при помощи которых сделала такие зеркальные проекции. В общем, тут не очень удачный звук, на самом деле, совсем не удачный звук, потому что здесь не слышно, самое главное, что там происходит. А именно в момент того, как вы видите вот эти деревья, которые заполняют, как призраки, это самое пространство Рахманиновского зала, таким образом, что вы, по моему ощущению, теряетесь в ощущении, где вы в этот момент находитесь, находитесь ли вы в Рахманиновском зале или вы находитесь в архитектурно-историческом центре дворе или в какой-то такой вот этот самый цвингинг, потому что очень много я использовала тех звуков, которыми наполняла сама этот же самый двор, и теперь эти звуки, и, собственно, вот ту самую звуковую реальность, с которой я столкнулась там, я принесла ее в Рахманиновский зал. Поэтому это стало сразу реальностью другой, реальность, которая попадает и смещает пространство Рахманиновского зала, таким образом, что вы, как бы, не понимаете, то ли вы находитесь в некоторой картине утраченного будущего, да, или вот то, о чем говорят эстетика хантологии, да, как будущее, которое мы потеряли и которого у нас нет, и в этом смысле мы наследники некоторых только призрачных проекций, призрачных видений, и, как бы, да, вот эти призраки, они наполняют нашу реальность, что сама реальность становится призрачной. А, с другой стороны, это история про то, что, значит, в моей истории картинка рисуется не только тем, что осуществляется проекция на потолок и на стены, а она рисуется за счет того, что я называю эти самые деревья, и деревья начинают звучать. То есть визуальный образ, который у нас связан с тем, что мы его представляем как образ, на самом деле перестает быть просто образом, превращается в звучащую реальность. И вот это то, что я, как бы, уже называю сдвигаем смещение, потому что это представлено по-другому. Это по-другому ощущается, и это совершенно другой опыт переживания того, что такое деревья, что такое лес. Да, если мы вспомним эту же самую картину у Пьера Юига, когда эту картинку он нам рисовал в виде той самой заселенной, заселенного пространства оперного театра. Я попыталась реализовать эту идею заселения оперного театра не при помощи звуков, или не при помощи посаженных деревьев, а при помощи некоторых фиктивных деревьев, которые я принесла туда за счет того, что я эти деревья называю, за счет того, что я произношу их названия, и таким образом они как бы вот здесь и сейчас присутствуют. Вот, понятно, можно пропустить. То же самое я сделала с другим образом. И в этой же самой композиции в том числе я воспроизвела следующее видео. Это видео тоже, можно сказать, совершенно случайная запись, которую делали мои друзья во время путешествия в Абхазии. Они попали в какой-то заброшенный санаторий. И в этом санаторий они встретили разломанный рояль. То есть как символ такой какой-то заброшки какого-то старого, разрушенного, будущего и там еще чего-то. И, значит, единственное, что они успели сделать, это на телефончик записать свою импровизацию на этих самых струнах этого самого разломного рояля. Параллельно того, что они играли на этом рояле, там пришла еще певица, которая вот в этих вот складах этого самого разрушенного санатория там что-то пела. И поэтому получилась такая вот очень интересная запись. Играет музыка. Играет музыка. Вот. Собственно я эту запись использовала и воспроизлила ее затем следующим образом. Ну, то есть запись звучит, как, собственно, и положено ей звучать, вот в неизмененном виде, в определенном контексте. А исполнительница изображает эту игру ту же самую, да, то есть ту же самую расшифровку, я расшифровываю эту запись. Она изображает эту игру на струнах, вот вы видите там слева, да, на струнах рояля, под струны подложено зеркало. И таким образом вы видите то, что она играет в виде той же самой телевопроекции, где не очень хорошо видно, но тем не менее, да, как бы вот то, как это было задумано, оно было так реализовано. То есть она играет, и мы видим ее руки, не руки исполнителя, которые, собственно, присутствовали в момент исполнения, да, а ее уже руки с проекцией на потолок. Да, то есть, как бы, такое, с одной стороны, продолжающаяся идея про то, что это некоторые призраки, с другой стороны, про то, что, как бы, мы не очень понимаем, что здесь на самом деле происходит. То ли она на самом деле играет, то ли она изображает, то ли это, как бы, она эту запись сделала, то ли эта запись откуда-то происходит. То есть вот такой сдвиг, на мой взгляд, который позволяет очень по-разному интерпретировать то, что происходит с этой самой реальностью. Собственно, это и позволяет, да, мне говорить о том, что реальность, с которой я имею дело, это фикция, и мыслить ее как фикцию, как то, что не настоящее, и то, что настоящее прячется где-то, и что его еще нужно обнаружить. Что настоящее, или, грубо говоря, реальность, это то, что необходимо проявить, и это является некоторой художественной задачей. Опять же, я обращаюсь к Агамбану на этот раз, я как его эссе, который называется «Что такое современность», и я формулирую это следующим образом. Современным может считать себя лишь тот, кто не дает себе ослепнуть от лучей своего века, и кому удается различить в этом свете частички тени, его внутреннюю темноту. И вот эта вот темнота, собственно, проблема темноты, что такое темнота, для меня достаточно долго стала темой, с которой мне стало интересно работать именно, потому что темнота – это как раз то самое место, в котором вы не очень понимаете, что происходит на самом деле. Потому что та ясная природа вещей, которая, грубо говоря, нам доступна при полном освещении, она исчезает в темноте. Мы видим другие тени, мы видим другие поверхности, мы видим то, как эти поверхности меняются в темноте, иногда мы вообще не видим этих поверхностей и перестаем понимать, как работает пространство, есть ли здесь что-то. И вот эта вот темнота служит своего рода с одной стороны дикой тоской по свету, то есть темнота – это то, что побуждает проявлять, темнота – это то, что побуждает чему-то другому проявляться и, соответственно, приближать это по эту сторону. Соответственно, темнота – это очень продуктивное состояние мыслей или продуктивное состояние мышления, в котором ты находишься как в ситуации того, что тебе нужно куда-то двигаться, затем, что ты еще не знаешь, и тебе нужно притягивать это по эту сторону, как бы притягивать мысли, преобразовать то, что ты видишь, в то, чем оно может быть на самом деле, или является, и то, что еще нужно открыть, то, до чего нужно постучаться, и то, что находится по ту сторону. Поэтому я сделала несколько исследований, в том числе я написала такое эссе, посвященное Сальваторе Шарино и Мари Суравелью, и это был анализ, эта статья называется «Инструментальный морал-молокос на примере ночных сочинений». А именно то, что Сальваторе Шарино – это итальянский композитор, который обращается к французскому композитору, к Мари Суравелью, и обращается именно к его ночным сочинениям. И дальше, при помощи этих сочинений, он объясняет то, что ночное ощущение – это ощущение того, что нужно преобразовать. То есть ночное ощущение – это своеобразная оптика, это своеобразный фильтр, который позволяет нам видеть то, что недоступно, то, что находится по ту сторону реальности, то, что призрачно, то, что нельзя отрадо увидеть, оно находится за некоторым покровом. И нам надо еще преодолеть этот покров, чтобы понять, что же там спрятано на самом деле. Поэтому, если исходить из предыдущего файла или из предыдущей картинки, то здесь не очень видно, но на самом деле на моей картинке это видно. Значит, это картинка как раз «Миражей», первых «Миражей», которые я реализовала в Рахманинском зале. Это был, скажем так, вот эта история. Это история про два пространства, в которых я находилась. Ну, понятно, что в Рахманинском зале, видимо, какая-то такая боль, с которой постоянно приходится работать. А изначальным пространством, в котором я записывала, собственно, так вот делала, можно сказать, акутический портрет или отклик пространства, акутический, а другой, потом я вам его продемонстрирую. Это, значит, особый годный резервуар, который находится в Базелье, который находится в районе Брудерхольц, и это резервуар, который раньше предназначался для хранения воды. Потом оттуда, естественно, воду убрали, и остались две большие цистерны, огромные такие цистерны, каждая из которых примерно по объему этой комнаты, они соединяются между собой. И когда ты попадаешь внутрь этой цистерны, значит, у этой цистерны особая реверберация, любой звук там длится больше тридцати секунд. То есть любое произнесенное слово, любой произнесенный звук, он длится тридцать секунд. И я попала в это постраду достаточно случайно, естественно, у меня там какие-то были подручные средства для записи, у меня был субсант, у меня был телефон, поэтому я что-то поснимала, что-то записала, и меня там оставили на частную. Я попросила, оставьте меня наhehehe, я хочу просто в нем походить, погулять. И дальше я делала следующее. Значит, я в течение часа ходила, гуляла по этому пространству, произнося там различные тексты. И эти тексты у меня были заготовлены. Я немножко потом расскажу историю, что это за тексты и почему они оказались важны. У меня были заготовлены эти тексты, и эти тексты я там прочитала. И после того, как я принесла эти тексты домой, для того, чтобы послушать, что за историю я получила, я удивилась, потому что в результате, когда я там находилась, это было непонятно. А на записи это стало очевидным. Пространство заполнило какой-то пробел, пространство сработало как фильтр, который допивал, достраивал ту недостающую информацию в моей речи, в моих словах. И в результате моя речь превратилась в очень музыкальный поток. Поток, в котором можно было расслышать конкретные частоты, которые содержат моя речь. По принципу того, что то, что резонируется пространством, ему равно, грубо говоря, каким-то образом вычисляется, то, что резонирует, усиливается. И в результате я получаю какие-то частоты, которые более резонансные, которые сохраняют пространство и тянут их. Поэтому, когда я послушала эту запись, выяснилось, что я не разговариваю на самом деле, а пространство поет. То есть пространство поет за меня. И я поняла, что это очень продуктивная ситуация, в том смысле, что я могу с ней работать, я могу с ней использовать. И я могу ее использовать. И тогда, собственно, я пришла к идее того, что пространство может быть твоим союзником, в том смысле, что я не являюсь никаким автором. Я являюсь как раз тем человеком, который находит сцену. То есть я ее случайно нашла. То есть я ее не вынимывала, я ее не создавала. Я ее случайно нашла и определенным образом ее заселила. То есть некоторым, грубо говоря, собой или своим, высказываемым, своей речью. И дальше я эту историю воспроизвожу. И, собственно, история «Миражей» – это история про воспроизведение или история про отражение чего-то другого. Вот как раз то, что я показывала через воду. Что я приближаю какую-то далекую реальность, которая вообще находится за тысячами километров, вообще в другой стране. И я ее приближаю и воспроизвожу здесь, в Рахмальевском зале. Как если бы Рахмальевский зал на то время, когда я в нем нахожусь, превратился бы вот в эти самые цистерны, в этот самый резервуар Путенхольдс, по которому я гуляю. И воспроизвожу тут эту самую историю. И теперь я эту историю разыгрываю при помощи перформеров, которые становятся мной, которые точно так же гуляют по этому самому пространству. Таким образом, что вы в какой-то момент перестаете понимать, где вы на самом деле находитесь. Поэтому вот то, что здесь не очень видно на картинке, на самом деле вот там изображены колонны. То есть такой палаш, на самом деле, небольшой. Вот здесь вот Таня Яковлевна идет на камеру. А вот там изображены колонны от пещеры. Такое наложение образа. Вот может быть здесь это будет более ясно. Здесь мы видим, опять же, Сашу Перова, который идет по полурокрайновского зала. В то время как вот этот свет, который там светится фонарик, это фонарик, которым я ощутываю пространство в этой самой пещере. И именно таким образом я начала себе мыслить вот этот вот сдвиг в реальности, когда, собственно, я могу открыть эту самую дверь туда, где я уже была, и теперь это показать уже непосредственно в процессе перевода или воспроизведения этого перформанса в другой ситуации. Вот. Мы попозже немножко к нему вернемся. Значит, один, еще один способ, каким образом можно работать с фикцией или с реальностью как фикцией, это попытка ее инструментализовать. И в данном случае я, например, сделала такую штуку, и, в общем, реализовала эту идею как фиктивный дождь. Моей задачей было, я делала разные записи дождя в разных условиях, и единственное, что я делала, записывала два плана. Я записывала дождь, который шумит, в смысле, как некоторый общий фон, и я записывала дождь, как крупные капли. И в какой-то момент, когда я гуляла с зонтиком под дождем, я поняла, что, или когда я записывала эти капли, которые ударяют по подоконнику, я поняла, что эти капли очень похожи на удары перкусси, как если бы кто-то играл на ударных инструментах, там, на томах или еще на каких-то там достаточно таких резонирующих поверхностях, как если бы дождь можно было себе представить, как такие длинные-длинные пальцы, которые барабанят по, не знаю, там, по земле, таким образом, как если бы мы, не знаю, как я играла на рояль. То есть вот это оказалось очень продуктивным, поэтому я свела эти два плана и сделала это следующим образом. У меня получилось достаточно легко. Я соединила, я единственное, что сделала, вот те капли, которые у меня были записаны отдельно, я их ритмизовала под определенную ритмическую структуру, которая у меня звучала в этом самом дожде, как такая постоянно звучащая ритмическая педаль. И получилось, на мой взгляд, очень убедительно, в том смысле, что, с одной стороны, это дождь, и нет никаких сомнений в том, что это дождь. С другой стороны, это абсолютно другой дождь, это дождь инструментальный, потому что здесь, как бы, в том числе, идея, идея, она следующая, что это не просто дождь. Когда я этот дождь приношу в ситуацию концертного зала, я этот дождь переигрываю при помощи тех инструменталистов или музыкантов, которые находятся в концертном зале. То есть я, что я делаю? Я расшифровываю запись, которая у меня есть, перевожу ее на язык понятного музыканта, и дальше музыканты воспроизводят этот язык уже при помощи своих инструментов. И получается, как бы, история перерисования, перекрашивания, да, то есть той реальности, которая, с одной стороны, сначала изначально, она реальна, в тот момент, когда я ее записываю, она становится фикцией, в тот момент, когда я приношу эту фикцию в реальный зал, она снова возвращается в ситуацию реальности. Поэтому, когда я говорю о том, что реальность фиктивная, она точно так же, как фикция реальная, я как раз имею в виду вот этот процесс переноса из одной ситуации в другую, из ситуации фиктивной в реальности, когда вы перестаете понимать, где точно вы находитесь и с чем конкретно вы имеете дело. Но, в принципе, вот с точки зрения картинки, это может выглядеть вот так. То есть идея музыка рассказывает при помощи картинки. Идея музыка рассказывает при помощи картинки. Или уже, собственно, как я и пересказала, другими можно пересказать визуальными средствами, вот это так выглядело в момент произнесения, потому что изначально я отталкивалась от идеи воды, от того, что вода, в момент того, когда вы слышите ее, имеете дело с фиктивным дождем или с реальным дождем, вода, когда она падает на землю, она производит своего рода пузыри. И эти самые пузыри я и попыталась воспроизвести в реальном времени игры уже на сцене. Выглядело это вот так. Или вот так. Ой, вернись. То есть я использовала специальный такой воздушный шар, который визуализировал бы вот эту самую идею с одной стороны пузырей, которую мы получаем в реальности. Ну, как бы я ее перевожу в фикцию, поэтому этот пузырь такой материальный уже, такой какой-нибудь твердый. И, собственно, после того, как я это реализовала, я обратила внимание на очень любопытное скотство. Уже после того, как я создала этот самый инструмент, инструмент оказался необычным. Я его сегодня принесла, поэтому я сейчас непосредственно продемонстрирую, что это за инструментарий я использовала. Он немножко сдулся, прошу прощения. Некоторые все-таки работают. Я сейчас объясню, что это такое и зачем это нужно. Вот я принесла два инструмента. Вот такой и вот такой. Дело в том, что мне нужен был дождь. И понятно, что с одной стороны я воспроизвела его видит пузыря, то есть как бы сделали его фикции. С другой стороны это пузырь, в котором находится капля. Ну, или, грубо говоря, там светодиодик, который создает впечатление, там светодиодика, там, аромат мы его называли. Вот такая прекрасная тень. И дальше очень важно, то, что диод, который находится внутри этого шара, это то, что может звучать. И он звучит таким образом, что он действительно напоминает ну, как дождь. Или вот эти самые капли, которые падают и которые как бы создают. Но за счет того, что я не изображаю дождь. Да, мне очень важно как бы донести ту мысль, что то, чем я занимаюсь, это не изображение, не репрезентация дождя. Это то, что происходит в другом измерении. Это как бы происходит параллельно тому миру дождя, который существует. И поэтому я называю это фиктивным дождем. Вот я могу сейчас передать там немножечко, да? Могу поиграть этим шариком. И я передам вот этот шар. Потому что вот этот шар, он для меня еще более важен. Потому что, собственно, в этом шаре, если это звучит сразу, когда вот этот шар очень важно поднести к уху, чтобы вы понимали, как он звучит. Потому что этот объект, который как бы становится реальным сам по себе, он передает самостоятельно свою реальность, как бы самость, свою самость. И дальше я вам, да? Я просто его туда могу передать. И предлагаю, что пока я там говорю, просто подержите и пошевелите этим самым шаром у себя около уха. Много надо его шевелиться, да. Слышно? Слышно, да? Так как в детстве прям. С шариком мы обнимались и слушали. Да. Там есть у меня еще один шар, он немножко сднулся. Но в принципе, это тоже возможно. Я там пока рассказываю, я пока могу туда шаре передать. Вот, можете с ними... Значит, а почему эта история важна? Важна, оказалось. Потому что эта история, в том числе, работы итальянского глухонника, Геро Монзони, у него есть гуменизая работа, которая называется «Тело воздуха». Там пропала самая... Скобочка-пылочка. Называется эта работа «Тело воздуха». И в этой работе важно то, что... В этой работе важно то, что сам художник не говорит, что это не просто то, что мы видим, опять же, не является тем, что есть на самом деле. То, что вы видите, это стенки этого самого шара. А на самом деле, что называется предмет, да, о чем говорит художник, он заключен внутри этого шара. И, по сути, фактически принадлежит своему самому художнику. А именно то, что вы сейчас держите в руках, это не шар, а это мое дыхание. Или, собственно, дыхание художника, которое наполняет этот самый шар. А шар становится вот этим вместилищем, такое, что является собой художником. И, собственно, это та самая мысль, которую проактикулировал Пьеру Монтой, это своим проектом, который называется «Тело воздуха». И, собственно, самим произведением, если бы мы могли так сказать, стало и является само дыханием художника. А восемь – подружный шар. Вот. Сейчас. Видите, представят. Тут у меня стабильность. Вот. Ну, вот, примерно так вот выглядит. И эта реплика очень хорошо сочетается с еще одной работой, теперь это уже работа Марселя Душанна, которая, благодаря которой иногда Марселя Душанна на самом деле называют композитором. Это вот называется «The Hidden Noise» со спрятанным шумом. Представляет она собой вот такую-то выреточку, внутри которой находятся. Возможно, вы и многие знаете, да, как это выглядит. Значит, вот такую-то выреточку, внутри которой на колу находится моток ниток, и внутри лежит что-то, что звучит. Что-то, значит, туда это положил его друг-коллекционер, и, естественно, как бы никто не знает, что находится внутри. Естественно, вскрыть это нельзя, потому что это нарушит тогда природу самого этого самого объекта. Но на самом деле та же самая история с Монзони. Да, вот. Если сейчас посмотреть на то, как выглядят эти шары спустя много времени, то они уже такие сдуты. Это тоже как бы некоторое свидетельство времени, того, что время влияет на, разрушает, что это все тлеет, что это все в некоторых тлен. И мы не можем сохранить, оно как бы продолжает существование во времени и пространстве. А история с Марселем Бешамом, с этим самым спрятанным швом, это история про то, что действительно вот эта табуреточка, она звучащая, что находится у нее внутри, но это никогда никто не узнает, потому что, как бы это играется предметом коллекционирования, естественно, его стоимость сразу упадет в момент, когда это будет вскрыто, как тайм. Поэтому это нас интересует до тех пор, пока оно является таймой, пока оно является скрытым, обещающим некоторый образ или провоцирующим нас на то, чтобы этот образ искать, на то, чтобы с этим образом каким-то работать, каким-то образом работать, но не, как это сказать, но не делать его доступным для света. Поэтому это всегда некоторая запечатанность внутри темноты. И это, собственно, и послужило в том числе тогда отправной точкой, когда я работала с проектом, который называется In-Out, который мы реализовали на фестивале Глезни Биг. То, что вот сейчас я хочу еще показать, еще один пример инструментализации реальности, или я его называю там был фиктивный дождь, это фиктивный стул, вот он здесь есть, мы его сегодня поставили на выставке, на нем можно посидеть, и он очень репрезентативный, потому что фактически это теперь это смещение в сторону того, что мы видим на самом деле. Вот вы сейчас сидите на стульях, и вот мы точно так же, это вопрос того, что вы видите, опять же, вы видите нас, которые сидят и позируют на стульях, а на самом деле это не мы, это стулья, которые поддерживают нас. То есть это не мы показываем себя, а мы на самом деле на этой фотографии показываем стулья, с которыми мы работали, на которых мы играли, и с которыми мы, собственно, взаимодействовали для того, чтобы между друг, идеально razoul Reinerq выбилиải, сделать, и представить некую фикцию стула, для того чтобы реальность стула превратить в некую фикцию. Зачем? Для того, чтобы открыть настоящие стула. Потому что, как бы еще раз воспринѣду эту мысль, реальность не доступна, реальность скрыта от нас, Поэтому реальность должна превратить в фикцию для того, чтобы вернуть реальность стула себе обратно. Поэтому я вот сейчас покажу. Мне удалось каким-то чудесным образом запечатлеть несколько моментов того, как мы работали над художественной фикцией. Короче, над сеансом превращения стула из реального в фикцию. Это выглядело примерно следующим образом. Субтитры делал DimaTorzok Что речь идет непосредственно о стуле и что предмет, который меня интересует на тот момент, это именно стул и именно на него направлено все внимание. Можно еще так. Вот в этом мы сегодня поставили эти стулья в выставочном пространстве этого места. Если вы еще не были на них, то я предлагаю вам после какой-нибудь перерыв. Можете зайти и послушать во что мы превратили эти стулья. На них можно точно так же посетить. И опять же, это момент смещения с той самой функцией или с утилитарностью, что мы не замечаем. Когда мы видим инсталляцию, так и называется инсталляция для одного венского и двух контрабасовых стульев с металлическими ножками. Это пояснение очень важно, потому что это именно подчеркивание телесного присутствия и сдвига. Мы смотрим обычно, когда мы смотрим на сцену, мы смотрим на исполнителя, а не на его стул. И вот этот сдвиг в реальности того, что сейчас мы смотрим на стул, а не того, кто на нем сидит. Это тоже очень важный для меня аспект. И один из последних тезисов – это переписывание реальности. Каким образом можно вернуть себе реальность, если эту реальность можно переписать. В данном случае я показываю вам фрагмент работы Герфорда Рихтера, который называется «Landscape» или «Пейзаж», грубо говоря. И который выглядит следующим образом. То есть на стене висит некоторая… Мы условно назвали картину, но если вы знаете эту технику, каким образом Герфорд Рихтер работает с пейзажами, то вы догадаетесь, что это всегда некоторая фотография, с которой он списывает, рисовывает. И это тоже получается переписывание или перевод реального на другой язык с максимальной точностью. Но погрешность всегда будет, потому что я представляю собой не машину, 3D-ручку, которая воспроизводит реальность с автоматической точностью. В любом случае я художник, который допускает погрешность в этом самом пейзаже. Поэтому то, что вы видите, с одной стороны является тем самым пейзажем, с которого это пишется, с другой стороны им не является. И поэтому превращает пейзаж, то есть ту реальность, которая дотошна. Опять же, да? Как бы сказал, что он очень дотошен, в том, как он воспроизводит все, что выписано на фотографии, как бы сразу превращается в фикцию. Поэтому мне эта история стала интересной, и я попыталась сделать следующий шаг, а именно я воспроизвела эту историю. Можно сделать немножко потише, потому что это очень важно, да? Здесь важно именно то, что я буду дальше делать. Вот я подобрала несколько, ну, там, похожую бумагу, грубо говоря, похожий цвет, похожий, ну, там, чернила. И попыталась эту историю переписать уже сама. Когда, как бы, я взяла фрагмент Герхарда Рихтера, который я вам показала, и дальше я его перерисовала. Здесь как бы важен опыт сам по себе, да? Сейчас я начну, если мы увидели, что у меня происходит. Вот я, мол, сказал языком. Вот что попадался в фильме у нас? Пошли, только сын, я это неправильно. Вот такой мужик и сейчас. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну понятно, да, о чем идет речь, более-менее, что здесь происходит. И сейчас, собственно, я вам предлагаю непосредственно поучаствовать в небольшом эксперименте. И я вам сейчас раздам инструкции для того, чтобы понять вообще, как это работает. И мы сейчас, собственно, вот это самое произведем здесь, внутри этого пространства, вот этот самый эксперимент. Значит, что мы делаем? То, что я воспроизводила в Рокранинском зале, я уже рассказала, я наложила, фактически раскрасила Герхарда Рихтера поверх теми инструментами, которые я расположила по периметру зала. Ту запись, которую я сейчас запущу, это будет запись уже раскрашенная поверх записи Брунгер-Кольца. И я вам предлагаю теперь раскрасить ее поверх этой записи. Понятно, да? То есть мы как бы сейчас сделаем еще следующий круг того, как превратим вот эту же фикцию в еще большую фикцию. Вот, и я вам немножко расскажу, каким образом это сделать. Вот, помогите мне, пожалуйста, передать на задние ряды вот эти вот листочки. Это листочки своеобразной инструкции, которые, значит, с которыми я к вам обращаюсь. Я сейчас внимательно прочитаю, что именно там нужно сделать, и расскажу, собственно, что конкретно от вас потребуется, и как мы сможем это реализовать. Значит, да, передайте, пожалуйста, инструкции. Вы же себя оставляете по одному. Оставляете по одному, да, передаете и оставляете себе по одному. В принципе, всем должно хватить, я надеюсь, я распечатала побольше. Ну, выбирайте любой. Выбирайте любой из фрагментов, которые здесь написаны в этой самой инструкции. Все? Хватило ли? Не хватило. Не хватает, да? Нет, хватает, хватает. Значит, из оборудования нам потребуются только смартфоны с фонариками. Если у вас есть смартфон с фонариком, это замечательно. Если у вас нет смартфонов с фонариком, то я принесла фонарики, я могу поделиться. У меня тут достаточно много разных фонариков. Можно воспользоваться теми фонариками, которые я принесла. Поэтому сразу скажите по оборудованию. У всех есть фонарики? У меня вот тут вырубился фонарик. Вырубился фонарик. Вот тогда держите. Вот такой вот фонарик. Нужен ли еще кого-нибудь фонарик? Давайте я тоже не знаю. Ага. Чтобы надо будет там согласно инструкции включать-выключать. Да, теперь, пожалуйста, внимательно познакомьтесь с инструкцией. Значит, вы уже видели сюжет и вы видели месседж того, что разыгрывалось на экране. Поэтому мы будем делать то же самое. То есть мы будем бродить по пещере так, как нам это предписывает, в том числе Сальватори Шарина и Джорджио Агамбен. В том смысле, что мы будем блуждать по темноте. Точно так же, как нам предписывает это путешествие Пьер Ювик. Мы будем блуждать в некотором темном пространстве для того, чтобы попытаться в нем что-то обнаружить, для того, чтобы попытаться в нем нащупать какие-то призраки и вытащить это в эту сторону. Очень важно, да, как бы, я надеюсь, вот мы когда выключим свет, что это пространство превратится в какое-то условное пространство, которое не будет лучше тем музейное пространство, которое оно есть, и на некоторое время превратится во что-то другое. Собственно, вот это и есть задача эксперимента. Теперь давайте по инструкции. Значит, ваша задача из той странички, которую вы получили. Есть страничка, на которой, видите, написано там «Скричка влейта», «Скричка влейта» или «Перкусия». Вот, а, они там одинаковые, да, «Скричка влейта», я воспроизвела одно и то же. Ну ладно, значит, я тут отошелась. Там, по-моему, еще был кларнет, там еще что-то, какие-то другие инструменты. Одним словом, вам нужно выбрать только одну табличку. Даже если у вас на листочке изображены две таблички, то нужно выбрать одну табличку. Выбирайте любую. Теперь давайте внимательно почитаем, что там написано и что конкретно сейчас предстоит нам сделать. Значит, во всех табличках написан таймер. Вы видите, значит, таймер будет выводиться сюда на экран. Поэтому, в принципе, вам будет удобно смотреть и старайтесь, да, понимать примерно, где вы находитесь, чтобы, там, в какой-то момент посмотреть на экран и примерно сориентироваться по времени, что от вас дальше требуется. Дальше по таймеру прописано, что, значит, что от вас ожидается. Значит, первое. Первое, что я ожидаю от вас, что мы будем ходить, да, соответственно, то пространство, где вы сейчас сидите, это будет пространство для путешествий, для, как бы, для вот этого самого пути, для поиска, для нащупывания и так далее. И ходить можно везде. Можно заходить в локации, вот так аккуратно, да, можно заходить в локации этого музея, можно заходить, обходить вокруг колонн, можно выходить сюда. То есть, для путешествия, для обследования, для исследования доступна абсолютно вся территория. И вы, как бы, спокойно совершенно можете с ней взаимодействовать, как если бы вы находились в это время в какой-то изустанной пещере, а вовсе не в этом самом музее. Значит, дальше. В разное время у всех, но вот я, например, буду по скрипке смотреть, в минуту 35 необходимо включить фонарик. А это значит, что вы нажимаете «Уключить», включаете свой фонарик, и дальше при помощи фонарика ходите и уже фонариком подсвечиваете то, что вам интересно, куда вы блуждаете и куда вы вообще идёте, что вы там ищете. Следующая строчка. Выключаете фонарик и куда-то уходите. Но тут написано второе главное ухода, не главное вот на это не обращать имя, а просто ходите дальше с выключенным фонариком. Дальше вы снова включаете, снова выключаете. И вот на четвёртой минуте примерно очень важно включать фонарик определённым образом. И здесь написано так, что нужно менять его направление. Значит, в тексте, значит, в сочинении, ну там немножко здесь как-то вообще не самое удачное для этого сочинение акустика, в том смысле, что слова не очень слышны. Тогда ориентируйтесь просто по времени, там будет звучать снова «Хоу». И вот оно будет очень ярко артикулироваться. Вот когда вы будете слышать слово «Хоу», потом необходимо застревать фонариком на какой-то точке. Да, вот на такой, потом изучить другое слово «Хоу», надо переключаться на какую-то любую-другую точку. И главное, что в этот момент фонарик нужно зафиксировать. То есть не надо ни блуждать, ни никого не подсвечивать. Вот когда вы будете ходить блуждать, обращайте внимание на то, что мы-то все будем ходить блуждать, я тоже буду ходить блуждать. Обращайте внимание на те призраки, которые возникают в результате вашего «вух таймер» в этой самой территории. Вот когда будет «Хоу» повторится как минимум 9 раз, это на 10-й раз намного будет переключения. Если не сориентируемся, ничего страшного. В 5 минут после слов «I don't just listen here» и «Хоу» не будет слышно, поэтому ориентируемся на тайминг, примерно в 5 часов 05. Написано 5 часов 20 секунд, нужно начать движение вокруг люстры. Значит, обратите внимание, в нашем пространстве, вот конкретно здесь, люстр всего 3. Люстра вот центральная, вот там еще одна, и вот там. Выбирайте любую люстру. Вы не светите, пожалуйста, на меня фонарик. Выбирайте любую люстру, и можно будет в 5.20. Значит, когда вы, например, вы пришли сюда в эту локацию, или вы пришли в ту локацию, подсвечиваете вот ту люстру, вам необходимо встать и начать движение вокруг люстры. Это означает, что здесь какой-то хоромон соберет, там какой-то хоромон соберется, и там хоромон соберется. Смысл этого хоромона в том, что все начнут вот так ходить. Значит, да, вот когда я буду поверить, а, нет, исправдать, да, значит, когда я хожу, вы понимаете, да, что мой призрак смещается, соответственно, мы увидим, мы будем наблюдать какую-то картинку, которая будет происходить с этими самыми призраками. Все, в 7 часов, в 7-4 минуты, в 25 минуты нужно будет выключить, а не светите, пожалуйста, это просто нет. А там туслая, господи. Это и все. Собственно, эксперимент у нас будет длиться 8 минут. Через 8 минут мы выключим фонарики, вернемся на свои места, и наш перформанс будет считаться рабочим. Понятно ли, понятно ли, собственно, правило, понятно ли инструкции, по которым нужно сходить, и, значит, да, и пробовать прожить тот самый опыт, да, то есть признать все, что мы сейчас будем в Сигнейской опере, не знаю, коричневой прессы, или кто-нибудь еще, и осуществлять как раз ту программу, о которой, как некоторый сдвиг в реальности, который возможно ощутить, только если ты непосредственно его проходишь опытный путь. Время будет здесь, да, указывано на экране? А? Время сейчас будет на экране, да, мы его сейчас включим, а я сейчас, сейчас, я его сейчас найду, да, приготовьтесь, подражаться. Берите. Может, не самое удачное, возьмите, он какой-то, не, нормально, берите. Так, еще секундочку. Вот это перец. Включайте. Два режима переключения, мы разберемся. Готовы, да? Так, что я должна буду делать? Просто на счет три партнера. Так, ой, прошу прощения. Значит, я предлагаю вам сразу, наверное, нужно сразу встать, потому что так будет удобнее. Сейчас мы все выключим свет. Я тоже включу фонарик, положу микрофон. И мы начнем. Так, выключаем свет. Выключайте, нам сейчас фонарики не нужны. Они подключаются в определенный момент. Мы сейчас синхронизируем. ЗВУЧСКИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Аплодисменты! 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 Аплодисменты!